михаил посоветуйте как проявлять защитную агрессию и участвовать в конфликтах из-за депрессии и нелюбви к себе во время конфликта я становлюсь тенью и терплю на себе удар хотя после самой ситуации оставаясь наедине с собой я сразу становлюсь нормальной и нахожу слова для обидчика вот я во многих программах рассказал про эти шесть правил которые на самом деле не правил а психология уверенных в себе людей там сказано русским языком всегда нужно сразу говорить то что тебе не нравится всегда говорить сразу тогда не надо будет себе ничего нести не надо будет переживать все это в себе а потом оставшись наедине с собой разбираться собой не надо если преднавна на вас орут при вас орут вы можете сказать я это не люблю мне это не нравится это дерьмо слушать не хочу и главное не буду но там есть еще одно правило говорить вы должны только про себя не течет либо ты орешь да а что мне это неприятно мне это не нравится и я этого делать не буду и говорит нужно сразу почему люди сразу этого не делают и об этом тоже рассказывал потому что а кто же обиду-то подарит а когда я промолчу я же обиженный похожу некоторое время чек когда он так сказать психологически но уравновешен стабилен и здоров он не хочет себе это носить сразу хочется избавиться он поэтому сразу и говорит мне не нравится и правильно делает следующий вопрос от нашего сети зрителя павла павел спрашивает как ему быть с агрессией со стороны родителей а мы взрослые люди но почти каждый мой телефонный разговор с матерью завершается тем что она мне начинает обвинять упрекать все как маховик раскручивается и с ее стороны начинается полный неадекват выход нашел минимизирую общение она меня потом упрекает что не интересуюсь матерью как разорвать этот круг и если смысл пытаться я матери сказал общаемся нормально и адекватно или совсем не общаемся но она не слышит у нас была целая передача об этом конечно этот круг надо разрывать при этом от патри не надо отказываться но мать можно заставить общаться на своих условиях вот павел сделал первый шаг он сказал мы или общаемся как я говорю или никак не общаемся мама не слышит это уже ее проблема мама звонит следующий раз как только на что-то начинает говорить сын ей говорит мама мне этот разговор не нравится или ты говоришь нормально или до свидания пятый десятый раз мама будет как шелковая да сынок здравствуй сынок как дела сынок у меня тоже все хорошо люблю целую пока я сам это делал со своими пациентами работать безотказно здесь нужно проявить волю терпение а самое главное вести себя все время одинаково то есть вы не можете один раз так себя вести а второй раз включить в эту дискуссию начать с мамой спорить нет я сказал мама что мне это не нравится я хочу говорить позитивно я не хочу никакого негатива поэтому или мы поговорим как мне нравится или мы не поговорим вообще с пятого раза мама придет сознание следующий вопрос отвечать на него мы уже начали но я думаю сейчас остановимся на этой проблеме более подробно спрашиваете зрительница тони агрессии в алкогольном опьянении что это и откуда она идет как защитить себя от пьяного агрессора как себя лучше на ваш взгляд вести и что такому агрессору говорить служит проблемка непростая но во первых что такое пьяная агрессия это клачек и так агрессивен но трезвый он подавлен это кстати очень часто бывает здесь не то что сам алкоголь дает агрессии хотя был у меня знакомый парень который работал баре чемс и такой был профи по алкогольным напиткам он стал что некоторые виды водки вот эта водка нормальные а вот это например одна из них кстати было немецким вот кишнапсом который реально вызывает агрессию но человек который там 10 лет сидит в баре на одном и том же месте дома значит он говорит наверное это так я не знаю но тем не менее обычная история следующие если внутри тебя нет агрессии то даже будучи пьяным ты будешь глупо улыбаться ложиться спать если внутри тебя есть агрессия вот это чувство унижения хочу чтобы люди понимали что это вместе агрессия тире или равняется унижение обида вот составляющая агрессии когда это человеке есть и когда он трезво в себе это подавляет то когда выпивает у него это естественно вылезает наружу это первое тогда спрашивает откуда да а второе как себя вести здесь трудно давать совет здесь во первых не надо лезть на рожон потому что даже закаленные жены закаленной жизни с мужьями алкоголиками знает что если муж пришел домой пьяный не надо с ним отношения выяснять во первых он ничего не понимает он пьяный но так как для него это вот это опять унижение обида то как бы задевает его чувства он еще агрессивнее становится поэтому все разговоры лучше откладывать на момент когда он будет трезвый так и здесь с пьяного не можете ничего выяснять но не о чем он неадекватен поэтому самое лучшее уйти в сторону и вообще с ним не контактировать все опросы когда он будет трезвым следующий вопрос от сети зрительница марины обычно жертва агрессора речь о психологическом насилии в семье находится в такой сети сложной игры манипулятора что не может не только сопротивляться но даже сочувствует агрессору и уж никак не признает свою жалкую роль как помочь человеку в такой ситуации обрести себя это актуально именно в семьях здесь маленькие дети так как второй родитель будучи сам жертвой не может защитить их от психологической агрессии и это естественно имеет последствия все не справа сколько таких людей выслушиваю каждый день потом там очень тяжелая история потому что как бы например я ненавижу своего папу за то что он нас избивал и меня избивала маму это одна ситуация а дальше вопрос к маме вообще мама то подставила так детей почему она жила с этим папой почему она с ним не развелась как она могла выйти за него замуж а самое главное когда у нее родились дети и когда эти дети стали подвергаться побоям со стороны отца почему она не уберегла что говорит на это мать вот после этих обвинений я для вас ну куда без отца то чтобы детей была полная семья вот и мама и папа там очень такой тяжелый клубок противоречий правильно ты говоришь жертва вообще не понимает свою роль в этой ситуации жертва а это женщина их мать да она уже сама подвергалась страны своего отца издевательством поэтому не муж алкоголик это все нормально и привычно но может быть не очень комфортно с этим выросла у себя в доме понимают для нее это кстати вот то это возвращает нас в начало беседы до чтобы у нас такое общество вот в частности поэтому я еще раз повторю эту историю когда была передача пусть говорят знаешь есть такое заболевание называется капрофаги наших кривой цена русский говноедение вот у меня такое ощущение что передача прямо про это так вот такая история но реальная история в студии появляется мужчина с 10-летней дочкой и идет рассказ о том что этот мужчина был женат на матери этой дочки вот вот он не ее отец он ее отчим но мать погибла в дтп а он не ее родной отец сейчас такая ситуация что матери у нее нету зато у нее свой родной отец предыдущий муж этой женщины погибший и в студию заходит предыдущий муж у ребенка десятилетия начинается истерика он начинает рыдать бросается к этому мужику у нее но девочка такая она начинает очень громко плакать она реально боится потому что как выяснил в процессе передачи ее родной отец избивал ее когда я было два года три года четыре года и после четырех лет мать от него сбежала и мать естественно ее тоже избивал и она вышла замуж потом за этого человека но к сожалению родной отец существует да но в студию трезвый пришел со своей женой там следующий до такой сидит мужик и говорит но что было то было да но как бы вот я хочу забрать себе дочь у дочери просто истерика но она его реально боится на что этот малахов малахойный говорит ребенку но что-то прямо как не родная папка же твой пойди папу-то обними своего ты же дочка его вот такая у нас страна ксения вообще он должен вообще в тюрьме сидеть они в студии первого канала но вместо этого у нас настолько все извращено да что речь идет о том что подойдя обними папу то есть как бы аудитория и ведущая программа склоняется к тому наш твой отец а куда этот разговор клонится ну что она скорее система будет жить тоже по закону муж и матери вообще никем не приходится он даже не о чем тоже для этого даже был сначала прав лечить родительских тогда бы о чем-то еще разговаривать может быть но при жизни матери этого не сделали так ладно и законы до юриспруденция но когда сами люди в студии и сам ведущий вот так вот говорят 10 лет ему ребенку у которого просто можешь сказать сидеть на глазах иди к своего папу обними вот это что такое это ответ на вопрос откуда у нас такое общество агрессивное вот оттуда тут немножко пересекается с предыдущим вопросом если человек который крайне агрессивен в состоянии алкогольного опьянения говорит что когда я трезвый я абсолютно миролюбив и абсолютно адекватен такое возможно или это конечно возможно но он адекватен миролюбив только потому что он подавлен он трезвый просто не позволяет себе того что пьяный послушай еще раз я в жизни много видел пьющих людей и алкоголиков они реально разные и по-разному ведут себя когда напьются и суть их поведения заключается в том что когда они внутренние не агрессивные они когда ее напиваются ли не агрессивны более того они могут быть такие очень смурные трезвые но а жесткий алкоголики то что выпить хочется они всем напряжение находятся на люди которые агрессивные они именно когда выпьют из них агрессии конечно же выпирает а когда они трезвые они подавили просто как я уже сказал алкоголь снимает вот это напряжение эмоциональное, эти барьеры, и оно туда вылезает. Поэтому он не может быть двумя людьми разными, хорошим и плохим. Он просто будучи хорошим, все равно это в себе имеет. Это, конечно, как герпес, который живет в человеке, но вылезает, когда иммунитет падает. Но он и есть герпес. То есть не бывает такого, что одного человека нету, а потом вдруг у этого же человека он вдруг есть. Нет, он уже есть. Просто он вылезает тогда, когда падает иммунитет. Ну, во время простуды, болезней, смены климата и так далее. А так он и так там живет. Так и с этим. Агрессия есть, она просто вылезает. Понимаешь? Здесь написано. Да, давайте прочтем последний вопрос из комментариев, который успели сдать эти зрители. Спрашивает Ольга. Здравствуйте, Михаил. Что может провоцировать человека, когда он злится, на еще большую злость? Что не нужно делать, говорить, когда человек злится, чтобы еще больше разжигать конфликт? Как лучше всего останавливать конфликт? Я хочу Ольге сказать, Есени, и всем, кто нас сейчас смотрит. Я рассказывал про шесть правил. Да. Они и тут решают проблему. Первое. Не надо вступать в дискуссию с человеком, который в агрессиях. Потому что его агрессия увеличивает только ваше сопротивление. А вот простые правила. Задают тебе вопрос, отвечай, но только на вопрос. Не задают, ничего не отвечай. Знаешь, как все заиграет? Человек орет, надрывается, слюни изо рта брыжут, глаза, как у быка, налились кровью. Но он орет и ничего не спрашивает. И ты ему ничего не говоришь. А зрителя нету, и в агрессии не встречает сопротивление, начинает медленно угасать, потому что она не находит в себе применения. Потому что никто не реагирует, и никто ее не пытается, так сказать, зажечь еще больше. Понимаешь? Задают тебе вопрос, отвечают только на вопрос. Все. Говори про себя. Не говори, что ты такой, ты так. Мне не нравится, я не люблю. Вот такие простые вещи, они совершенно могут эту агрессию сократить в разы, и она может вообще на этом вся исчерпаться. Но когда человек начинает сам лезть в бутылку, у него начнется конфронтация, вы должны понимать такие вещи, что есть люди, которым это нравится. Есть люди, которые хотят испытать боль. Буквально недавно мне рассказывали про мужика, которого избили, а вообще счастлив был. Говорит, давно никто по голове не давал. То есть это форма мазохизма? Абсолютно. Но это больные люди. Это психически неадекватно. Был такой даже фильм, где играл Виктор Сухоруков, совершенно гениально, вот такого человека, которому не больно, и вообще ему нравится боль. Ну, это кино, понятно, да, но там показан такой тоже психотип патологический, конечно, который избивает, он только ржет. Ну, нравится ему. Так вот, агрессивные люди, в каком-то смысле, они вот такие. Им это все нравится. Это они от этого получают мазохистическое или садистическое удовольствие. Но это их уже история. Это история их, их жизни, их психиатрия, я не знаю. Но когда вы туда лезете, а вы, например, другой человек, да, то он начинает играть на его поле. Это не ваше. Поэтому не надо туда лезть. Просто агрессивный человек, он так выражает свою агрессию. У вас, если этого нету, то не надо вступать с ним в дискуссию, в конфронтацию и так далее. Вот и все. И, наверное, уже самый последний вопрос с программы. Спрашивает Карина, какие виды агрессии бывают между близкими людьми в семье? Что можно считать за агрессию и в каком виде она проявляется? Ну, агрессия, как и любой конфликт, бывает от сексуальной до психологической. На физической агрессии это рукоприкладство, а моральная агрессия, психологическая агрессия это издевательство, это манипулятивное поведение, это когда человека провоцируют постоянно. Есть так называемая пассивная агрессия, это когда ты не орешь, а вот так делаешь. На кухне. Дверю хлопаешь, например, губы поджимаешь и вообще объявляешь бойкот и неделю не разговариваешь. Но сексуальная агрессия тоже существует и между супругами тоже она бывает. По-разному. И время нашей программы подошло к концу. Я благодарю Михаила за сегодняшний день.